Давайте усложним нашу задачу и рассмотрим случай, когда для получения дополнительных полей мы будем использовать файл ResultModifier.php. Это нам понадобится в нескольких случаях. Во-первых, если поле, которое нам нужно использовать, не попадает в список доступных для получения функций GetList, то есть не входит в параметр R-Select. Во-вторых, если мы пользуемся старой версией Bittrex Framework, когда компонент Bittrex NewsList еще не умел возвращать дополнительные поля, если мы их перечислим в параметрах. И третий случай, это когда нам необходимо модифицировать данные, которые мы получаем перед тем, как мы передадим их в шаблон. Для получения данных мы будем использовать функцию CI-блок элемент GetList. Она находится в документации в разделе информационные блоки, классы, класс CI-блок элемент и, собственно, сама функция GetList. Функция имеет пять параметров. Первый – это сортировка, второй – фильтрация, третий – группировка, четвертый – ограничение по количеству и пятый параметр – массив выбираемых полей. Алгоритм действия в Result Modifier. Сначала мы проходим циклом по всем полученным элементам, то есть по элементам инфоблока новости и собираем ID привязанных элементов в массив. На втором шаге мы собираем параметры запроса, готовим массив фильтров, готовим массив для параметра выбираемых полей, а также устанавливаем значение параметра ограничений с количеством элементов. Дальше мы выполняем, собственно, сам запрос GetList и полученные результаты добавляем в отдельный подмассив Result с ключом ID элемента каталога. Теперь посмотрим это все на практике. Там, где, возможно, буду пользоваться готовым кодом для того, чтобы не затягивать видеоурок, но все добавляемые строчки будут поясняться. Итак, соберем сначала в отдельный массив значение привязанных элементов, копируем готовый код в наш Result Modifier, объявляем тут пустой массив, потом проходим циклом по массиву Result Items. Нам нужны значения свойства привязки к элементам LinkCat. Давайте выведем их на экран в публичной части, чтобы посмотреть структуру данных. У нас всего два элемента, поэтому всего два значения. Тип строка и в них хранится идентификатор элемента инфоблока каталог товаров, который связан с текущей новостью. Иногда на этом шаге сразу же делается запрос GetList, но это неправильно, так как у нас идет цикл. Создавая какой-то запрос в цикле, мы делаем повышенную нагрузку на нашу базу данных и сервер. Поэтому правильнее будет здесь собрать все необходимые идентификаторы элементов во временный массив и дальше использовать его при фильтрации. В нашем случае такой запрос не будет очень тяжелым, так как у нас всего два товара, но товаров может быть и сотни, и тысячи, поэтому, конечно, мы выносим все, что можно в отдельный массив и дальше уже используем его при фильтрации. Выведем на экран массив с данными, которые мы собрали. Итак, по структуре у нас здесь всего два элемента, в каждом хранится идентификатор свойства привязки. Следующий блок кода это, собственно, сам запрос и подготовка его параметров. Первый параметр — это сортировка. Оставляем значение по умолчанию. Второй параметр — это фильтрация. Третий — группировка. Четвертый — ограничения. И пятый — массив выбираемых полей. В фильтр устанавливаем идентификатор текущего инфоблока. Мы его сохранили как константу файла и нет.php. Указываем, что выбираем только активные элементы для того, чтобы, если администратор деактивирует какой-то элемент, он не попадал в нашу выборку. И в параметры ID фильтра передаем собранный массив идентификаторов. Группировку указываем. False — без группировки. В параметры ограничения по количеству ставим в тестовом примере nTopCount равно 50. Все доступные значения можем посмотреть в документации. Но на боевом проекте здесь должно быть не какое-то определенное значение 50, а либо значение из параметров компонента rparamsElementCount, либо здесь должно быть значение false, так как мы уже фактически ограничили выборку, когда передали туда ID элементов. И последним мы создаем массив rselect, в который указываем те поля, которые хотим получить. В нашем случае это идентификатор, название, ссылка на детальную страницу, значение свойства цена и свойства размера. Выполняем сам запрос. Объявляем пустую массив, в котором будем хранить результаты. И дальше обрабатываем результаты, пришедшие в запросе. Каждый результат мы добавляем в массив rresultCountElement. И в качестве ключа ставим ID текущего элемента, ID найденного элемента. Распечатаем полученный результат только под массив rresultCountElement. Видим в массиве два элемента. У каждого есть идентификатор, название, ссылка на детальную страницу и значение свойств цена и размер. Также есть еще несколько дополнительных полей, которые функция возвращает стандартную. Ключом является идентификатор товара. Обратите внимание, это же значение у нас есть в верхнем массиве, там где мы распечатывали значение свойств новостей. Теперь в шаблоне закомментируем тестовый rresult, который у нас бро. Давайте добавим полученные значения в общий шаблон элемента, установим их также в тегах small и выведем на страницы. Так как речь идет здесь уже о каждом отдельном элементе, мы сюда в качестве ключа подставляем значения и свойства новости. В нашем случае это будет rItem, properties, link, cut, value. Если мы выведем для теста сверху само значение этого свойства, то увидим, что здесь у нас хранится идентификатор элемента каталога. Соответственно, мы можем спокойно его использовать для вывода элементов под массива rresult, cut, element. Давайте для начала выведем только название. Добавим проверку на существование переменной. И если она найдена, выводим название. Смотрим в публичной части. Под описанием новости есть название товара. Усложним и выведем здесь же значение свойства цена и свойства размер. То есть у нас сейчас в публичной части под каждой новостью будет также информация о привязанном к ней товаре. Добавим переводы на новую строку. Обновим публичную часть. Да, вся нужная информация у нас появилась. И последнее. Добавим ссылку с названия на детальную страницу. То есть на карточку товара. Для этого у нас есть переменная detail page URL. Используем ее при формировании ссылки. Закрываем кавычки, сохраняем. И обновляем страницу. Теперь по клику на заголовок товара у нас происходит переход в карточку. Подведем небольшой итог. Дополнительные поля могут быть получены не только в настройках компонента, но и в файле result modifier путем запросов get list. Обязательно, если мы пользуемся таким способом, то нужно выносить запросы из цикла. Делать перебор элементов массива R-items и сразу же делать запрос это неправильно, так как создает чрезмерную нагрузку на базу данных. Когда мы формируем фильтр, нужно учитывать поддержку стандартных полей, например, пули активности, даты активности. На действующих проектах, не на демонстрационных данных, в top count мы устанавливаем значение либо из переменной из параметров компонента, либо значение false. Прописывать туда какое-то определенное число является неправильным решением, так как число, получается, берется совершенно случайным образом. И если, например, у нас на проекте становится больше 50 элементов, наш скрипт будет работать с ошибкой. Общий мой совет. Следим за производительностью кода, ограничиваем поля в выборке, включаем фильтрацию и, собственно, думаем, что мы там размещаем.